Бывают шахматные олимпиады, в которых участвует команда. Как устроена команда на шахматной олимпиаде? Ну, там заранее договариваются, сколько человек в команде. Ну, допустим, я не знаю, 4-3 человека. И они сразу распределяются на первой доске, на второй доске и на третьей доске. То есть, известно, когда в команде, кто играет в какой-то доске. Когда две команды встречаются, то те, которые за первой доской играют друг с другом, кто за второй доской и за третий играют. Ну, давайте считать, что для упрощения задачи считаем, что ничьих нет, а результат индивидуальных шахматистов, результат партии, определяется рейтингом. Ну, то есть, каждый шахматист имеет свой рейтинг, и у кого больше рейтинга, выигрывает. Значит, тогда можно сравнить две команды. Значит, надо им дать сыграть друг с другом, посмотреть, ну, поскольку всего три партии, то кто-то, ну, выигрывает две или три, а кто-то только одну или ноль. Соответственно, всегда в матче двух команд какая-то команда имеет преимущество. Ну, у нас здесь есть много разных команд. Ну, каждая команда может отчетить три числа рейтинг каждого шахматиста. Значит, мы считаем, что команда там А1, А2, А3 лучше, там, сильнее В1, В2, В3, если по крайней мере два из сравнений на первой доске, на второй доске, на третьей доске, по крайней мере два из этих сравнений в пользу Верун. Команда в целом лучше команды, если вот из трех матчей она выигрывает ну, либо все три, либо по крайней мере два. Ну, теперь вы уже понимаете, что я хочу спросить. Будет ли отношение вот такой силы на командах отношением порядка? Будет ли оно, скажем, в линейном порядке? Верно ли, что если А не равно В, то либо А сильнее В, либо В сильнее А? Ну, вот, по крайней мере, не линейный порядок, а просто третье свойство. Верно. Верно, почему? Потому что здесь как бы играть всего три. Дадим им сыграть. Да, да, дадим. Будет три партии и... Так как ничьих нет, то получается, что какая-то... Какая-то команда должна выиграть две, потому что если каждый выиграет только по одной или меньше, то три партии не получится. Значит, третье свойство выполнено. Хорошо, а насчет первых двух, что скажете? Как бы команды... Ну, второе выполняется. Ну, второе понятно, что команда заранее считается, но команда не сильнее. Первая тоже выполняется. А можно это как-то доказать? Ну, только из здравого смысла. Ну, пожалуйста, тематика не запрещает пользоваться здравым смыслом. У нас есть команда А, команда Б и команда С. Да, вот пусть есть... Ну, нам не узнать свойство, но нужно только три команды проверять. Хорошо, есть три команды. Пусть команда А выиграла все матчи, тогда у нее три очка. Ну, если команда А выиграла все матчи, а команда Б выиграла, ну, раз она сильнее, она должна была выиграть какие-то два. Ну, например, вот эти два. Тогда... Ну, а я хотела бы проиграть. Тогда ясное дело, что когда А встретится с С, то этот выиграет, потому что у этого рейтинг больше, чем у этого, а у этого больше, чем у этого. И этот выиграет. Но это мы сказали, что пусть, например, в матче команд А и Б она выиграла все матчи. Ну, а это же не обязательно, в принципе. Пусть она полегала в матче на третьей доске. Значит, хорошо. В случае, когда она выиграла все три матча, мы уже разобрали. Давайте рассмотрим случай, когда она выиграла два матча. Ну, например, на первой и второй доске. Ну, ясно, не важно, как доски называть. А третий проиграл. Тогда можно представить, что у С2 и Б3 были очень большие рейтинги. У? У С2, С3 и Б3. У С2, С3 и Б3. Большие рейтинги. Да, то есть мы считаем, что у Б3 выиграл С3. То есть ясно, что у Б3 может иметь очень большой рейтинг, когда он, конечно, выиграет у Эдюб. То есть это легко осуществить. Теперь у С2 тоже очень большой рейтинг. Значит, он, в частности, выиграет. Ну, с этим он уже не сравнивается. А у Б2 он выиграет. И у А2 тоже. А, в принципе, он настолько большой, что так же он бы выиграл у А3. Ну, и у С3 тоже может выиграть у А3. У С3 может выиграть у А3, вы говорите. Вот здесь выиграли вот эти два, вот в этих матчах. А здесь выиграли вот эти два. То есть одна доска общая, а две другие доски разные. То есть выиграли, что это необязательно выполнено. Ну, да, нет. Хорошо, потому что, как мы так начали выиграть, если бы хотели доказать, это необязательно выполнено. А можно привести какой-нибудь конкретный график с числами? Вот может ли кто-нибудь привести пример, ну, вот на такие числовые рейтинги, чтобы стало совсем ясно, что это необязательно транзитивно? Ну, пусть рейтинги А1, А2, А3 будут по двойке. Ну, давайте сделаем, чтобы они не были одинаковые, давайте сделаем 2, там, 2 и 1 десятая, там, 2 и 2 десятая. У B1 и B2 это 1 и 1 десятая? У B1 и B2, ну, нет, давайте будем делать одинаковые. 1 и 1 и 1 десятая, да? У C просто 1 десятая? У C просто... У какого C? C1. C1 просто 1 десятая. У C2 пусть будет рейтинг 3. У C2 будет рейтинг 3. У B3 пусть там рейтинг будет 10. У C3 будет рейтинг 10. У C3 будет 9. У C3 будет 9. Так, ну хорошо, немного так это выглядит, конечно, произвольно, но давайте проверим, имеем право. Значит, здесь кто выигрывает? Вот этот выигрывает, а этот выигрывает, то есть это... Ну, а этот проигрывает, но этого достаточно, чтобы победить. Теперь, во втором случае выигрывает кто? Первый и третий. Первый выигрывает и третий выигрывает. Но если третий захотят встретиться с первым, значит, вот снова вот эти... То что получится? Вторая и третья доска будут выигрышны для третьей команды. Да, здесь выигрывают и здесь выигрывают. То есть такое странное немножко явление, что какие бы две команды не встречались друг с другом, они по кругу выигрывают. То есть первая выигрывает вторая, вторая у третья, а третья у первая. То есть как бы непонятно, какая из них... Ну, это знаете, как в этом самом камне-ножице-бумаге? Что в этом всегда из двух. Но там это было так совсем ясно, что они побеждают по кругу. Но оказывается, что вот здесь бывает тоже такое. То есть вот такое... Это не будет отношения порядку, потому что у них нет транзитивности. А на этом основана забавная такая игра в теории вероятностей, которая называется нетранзитивные кубики. Ну, можно изготовить три кубика. Ну, на каждом кубике написано там шесть чисел. Дальше мы начинаем играть. Начинаем играть так, что вы выбираете какой-то кубик, и я выбираю какой-то кубик из оставшихся. После этого мы бросаем эти кубики, и у кого больше, тот выигрывает. Мы считаем, что на кубиках нет равных чисел. Поэтому... Если расположить чисел определенным способом, вы всегда сможете выбрать кубик, который в большем числе случаев даст вам победу. Казалось бы, так интуитивно говоря, что первый игрок в этом деле имеет преимущество, потому что он может быть самым выгодным кубиком. Оказывается, нет. Что бывает, какой бы вы не взяли кубик, я могу выбрать кубик, который больше шансов выиграть в этом. Это странно как бы, но вот если подумать в связи с этим примером, то это уже не так удивительно. Значит, вопрос, какие числа надо написать на кубиках, чтобы они были нетранзитивны, чтобы этот выиграл у этого, этот выиграл у этого, а этот бы выигрывал у этого. Рассказывают, я не знаю, правда ли это или нет, что какой-то, значит, в каком-то клубе миллионеров, какой-то, я забыл, кто там, то ли, я не знаю, Уоррен Баффет, пытался предложить Биллу Гейтсу сыграть в эту игру, но Билл Гейтс оказался не в ромах и сказал, что он будет играть вторым. После этого еще призы не произошли. Ну вот есть такая, давайте, я уж не буду сейчас писать эти кубики, попробуйте придумать Продолжение следует... Продолжение следует...